Итак, добрый день гостям и подписчикам моего канала. Сегодня мы поговорим о такой грелке каталитической ГК-1. Как бы еще я в прошлом видео производил распаковку и обзор. Вот она инструкция, коробочка, все у меня полно. Вот эта грелочка. Сегодня мы ее как бы заправим. Я покажу, как она заправляется и как ее правильно зажечь, поджечь, чтобы она начала работу. То есть, как ее правильно запустить. Нашу грелку ГК-1. И так далее. Пробежимся. Вот она инструкция. Еще раз, конечно, покажу. Если интересно, вот эта ГК-1 грелка. Тут я все своими словами как бы объясню. Как я заправляю. Тут ничего сложного нет. Так, нам понадобится бензин галоши. Вот такой. Вот любой объем нам понадобится. Это из-под детского йогурта. Здесь, вот смотрите, на 50-60 миллилитров. Такой шприц я взял в обычной аптеке, чтобы заправить. Далее. Немножко об этой грелке каталитической. Как бы, вот здесь катализатор. Катализатор снимается. Вот сюда мы будем заправлять резервуар. Вот этот с ваты. Как бы пару слов изобрели ее, как я говорил уже, еще в Первую мировую войну. Ну, это Япония, Америка, Великобритания. Как бы эти грелки появились, запатентовали. И у нас тоже в Советском Союзе была вот такая легендарная грелка ГК-1. Как бы, как я еще скажу. Давайте начнем ее заправлять. Я все как бы объясню. Итак, начнем. Берем наш бензин-калоши. Наливаем. Лишнее можно все будет слить. Убираем наш бензин, обычный бензин-калоши. Здесь, смотрите, аккуратненько. Набираем шприц. Мы набрали шприц. Видите? Набрали мы шприц. Далее. Берем нашу грелку ГК-1. Снимаем вот этот наш катализатор платиновый там, который окисляется. И смотрите, что мы делаем. Вот в резервуар с емкостью, вот аккуратно, заливаем наш бензин-калоши. То есть, вот я делаю шприцом. Специально вот у меня и емкость вот эта. Из-под детского йогурта. И прямо туда заливаем аккуратненько, не торопимся, наш бензин-калоши. Потихонечку. Заливаем до той степени, мы увидим, когда уже бензина станет много, и он начнет как бы выливаться. То есть, мы увидим это, когда он заполнит. И еще можно лить. Все, мы видим. Осталось где-то около 10 миллилитров. Мы видим, что практически все влажно, полностью все заполнилось. Где-то сколько. Вот. Мы сразу увидим, что уже бензин выглядывает. Все, не надо дальше заполнять. Что мы делаем? Можно лишнее. Вот смотрите, аккуратно можно стряхнуть. Я на тот же файл стряхиваю. Этот файл вот у меня. Чисто вот на этом файле я заправляю. Аккуратно вот лишнее стряхаем. Стряхиваю. Можно ее перевернуть. Как бы я делаю, чтобы заливалось. Видно, что уже прямо заливается сверху уже вот этот бензин. Значит, хватит. Почему я так много заправляю? Если хорошо ее заправить, соответственно, она будет и работать дольше. То есть, еще раз повторюсь, в 10 я ее в последний раз заправлял. До следующей 5 утра она работает. Получается у нас 14 плюс 5. 19 часов непрерывной работы. С учетом того, что с 11 до 4 я был еще на рыбалке. Реально, что можно сделать с этой грелкой? Так, давайте. Аккуратно вот лишнее стряхнули мы. И смотрите, что я делаю. Можно спичкой, зажигалкой, горелкой. Смотрите, у меня горелка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять секунд подержали. Можно спичкой, зажигалкой, любой горелкой. Все, наша горелка каталитическая начала работу. Какой у него принцип действия? Принцип действия такой, что катализатор платиновый. Пару слов я по-простому объясню. Тут резервуар с ватой. Мы как бы добавляем туда наш бензин-галошу. То есть, это что-то похожее в зипе тоже вата. Только мы заливаем вату туда, бензин. Вата впитывается и через фитиль это все поступает. Здесь практически тоже резервуар с ватой. Мы туда добавляем наш бензин. И то есть, этот бензин, пары бензина выходят. То есть, наш катализатор платиновый от паров бензина окисляется. И дает вот такое тепло. Она может работать очень длительное время. То есть, мы уже видим, она работает. Здесь уже вот горячо. То есть, она уже не остынет. И сама по себе она не начинает нагреваться. Наш катализатор окисляется. Это все без пламени. Мы, смотрите, закрываем. Все. И через 10 минут он начнет... Сразу можно убрать вот в этот вот мешочек. Он специально для него сделан. Вот так. И через 10 минут наша грелка каталитическая начнет работать в полную мощность. Она уже потихоньку начинает уже теплой становиться. Я говорю, в домашних условиях, если мы ее, как бы, возьмем в руку, то мы не сможем. Просто я не могу держать ее в руке, когда дома, тепло. На морозе можно, да. Но что хочу сказать. Реальное ее применение. Можно на зимней рыбалке обогреть руки не более. Погреть одну руку, вторую. Как сильный мороз, она, говорю, не такая и горячая, кстати. Вот дома, когда трогаешь, невозможно ее вот так вот держать, вот этот металл. Она насколько горячая, только вот в этом чехле. На морозе все будет совсем не так. Она, из-за что там минус 20, минус 25, она стоит не такая горячая, от холода уличного. Но все равно, реально, можно погреть руки. Руки замерзли. Одна рука, вторая рука. Можно кинуть валенок, но не более того. Чтобы там целиком обогреться. Погреться, я говорю, вот побаловаться, погреть руки можно. Одну руку, вторую руку. Там можно кинуть валенок. Я ее использую на зимних рыбалках. Обогреваю руки. То есть вот так мы можем. Завязываем ее вот в этот мешочек. И все, и пользуемся. Все теперь работать она будет, я говорю, 18-19 часов. Она может свободно поработать. По крайней мере, у меня так работает. Я не раз проверял. Вот последний раз с 10 до 5. Это сколько? 14 плюс 5. 19 часов работы. Все, она уже остается все горячее и горячее. Вот так она достаточно просто и легко как бы заправляется. Никакого окисления. Ой, никакого пламени. Все, вот она просто окисляется на шкатализатор от пара бензина. И она начинает греться, нагреваться. Уже достаточно горячая. Ну вот такая грелка каталитическая ГК-1, которая была в Советском Союзе. Достаточно такая легендарная, популярная. Но я считаю, вещь достаточно хорошая. Я ее применяю. Я ее применяю, чтобы погреть руки на зимней рыбалке где-нибудь из холода. То это достаточно хорошая вещь. Как бы вы напишите в комментариях, кто ей пользуется, кто что думает. Я буду очень рад. Как бы а на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока. Пока.